за мучаем желтыми автомобилями до красная кнопка как этот ящик красный ящик да знаете как это называется который у советского союза да ребята привет уральскую пятерочку привет ребят за это за мучаем желтыми автомобилями да то есть вот сегодня у нас aventador мы посмотрим просто автомобиль покажем вам что есть в этом автомобиле машина тринадцатого года вот и саша нам расскажет про прелести да конечно здесь свои плюсы я помню как было на гаярда мы там эмоции испытали вагон как говорится вот это короче блин как на аттракционе когда это какие-то американские горки расскажи с гаярда на длиннее да она длиннее ниже 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 и шире шире точно шире вы блин сзади и вот чем она как трапеция то есть спереди немножко узкая сзади шире база еще шире чем спереди ну то есть она смотрится так ниже но шире такая черепашка да такая низкая приплюснутая машина очень интересно по лошадям тут больше конечно сколько здесь модель lp 700-4 но так как здесь сделан выхлоп здесь побольше где-то 720 730 здесь 720 лошадиных сил намного больше ну а ты говорю что это автомобиль именно для такой гран туризма для гран туризма это марселага а этот автомобиль универсальный здесь можно и тихо поездить и гран туризма и погонять круче чем на гаярда да это автомобиль универсальный все понял пошли пошли тогда туда посмотрим что здесь в принципе ну дизайн тут ничего не скажешь крутейший как бы все четко цеплять да тут вопросов нет единственное что вот там же не было так или было гаярда нет там закрыты там закрыта смотрите сейчас просил здесь тут все со стеклом сделано причем все как бы ну открыто то есть такое охлаждение причем это есть две версии есть как бы глаз это стеклянная целиковая нет вот эти сейчас объясню да то есть это доп опция на самом деле потому что если брать сток то есть без опции там будет просто пластик то есть вместо стекла пластик но я решил что лучше сделать покрасивее будет видно двигатель нет смотрится это здорово и он вот прям вот вот он он здесь это круто да еще ребята не забудем вам обязательно показать багажник это важно то есть в принципе это все сегодня задумывалось из-за багажника мы в прошлый раз забыли вам показать багажник сашу попросили он на то я не могу выдавать эту покажу гарнику он спереди находится на багажник спереди она смотрите короче расскажу на настолько низкая когда мы сзади за сашей ехали кажется как он вообще тут лежит что ли да получат а тут как бы ну комфортно ну тут в речи об этом нет комфортнее всего стоит заметить что здесь колеса они не стоковые здесь они обновлены передний радиус 20 задний 21 ну как бы не 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 стандартно который другие немного да потому что изначально шли колеса 19-20 а сейчас идут колеса именно 20-21 что это дает во первых это убьют современный вид во вторых машина стала на один сантиметр повыше она стала немножко повыше и более комфортно понял я пони езды да ребят что класс по акустической системе по честному подиумы делать здесь точно не будем потому что на ту машину не получились они пришлось обшивки выкинуть и там сейчас без обшивок да гоняешь поэтому не можешь больше заказки по нему мы вернемся к этому вопросу я решил что надо делать карты друзья суши ну прикольно хотя подожди там же вроде это у нас покруче салон нет нет здесь поинтереснее салон мне честно вот так ну интересно кожа вверх не так кожа а там то у нас алькантара и но я не хотел бы сравнивать что здесь все таки вот эти алюминиевые вставочки это пушка вообще тогда смотрите здесь мультимедийная система машина тринадцатого года получается и по факту она сейчас выпускается на модель еще в производстве производить модель такая производится винтадора и в принципе здесь практически то же самое осталось то есть все изначально было придумано круто даже если посмотреть мультимедийный руль все сделано классно вообще такая флеш современный автомобиль вот он физически и морально не устарел это еще как бы можно сказать пик технологий смотрите фишечку сразу и вот такая красная кнопка как этот ящик красный ящик да знаете как это называется который у советского союза да открываешь и нажимаешь как ящик ядер да 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 то есть видимо эти ребята производители это знали как чего прикольно очень прикольно да все а за что такое это открытие двери изнутри и петелька на то есть и уже а закрывать его так прям отсюда ну-ка давай вот сейчас давайте посмотрим как саша я не буду закрываться закроет раз закрыл все и стекло это ну-ка давай-ка попробуем по тебя теперь кажется массивный но максимально клёвым да а вот туда нажимай смотри показываю лючок вниз отводишь то есть тебя стекло опустилось и вот эту рычажок тянешь на себя раз и дверь вверх все круто 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 фига здесь получается три операции должен теперь я видел все как это говорят все нормально с нюансами да 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 слушайте ну блин это интересно вот ты можешь как бы включится запустить того там давай давай поехали тут все просто нажимать просто запустила здесь скажем так первый первый кластер это что показывает непосредственно характеристики моторный да а второе это мультимедиа то есть это музыка это навигация настройки автомобиля и так далее прикольно слушайте ну конечно выглядит зачетного счета спидометр посередине до до тахометр этот тахометр посередине ну да для меня спидометр я поможаю спидометр тогда вот вот от 0 0 и он цифровой все это тахометр в этом в этом смысл мы все тачки это тахометр да извините ребят я оговорился конечно же я могу ду тахометр да что именно ты получаешь кайф от этого понимаешь как бы как машина и чё тут там же у у нас 10000 было, а тут 9000 миль, здесь побольше километров, 16000 километров, нет не пробега, а сам тахометр, там же до 9000, там же до 10 вроде был, нет? там было 8000, а здесь 9000, здесь 9000, причем 8-9, это зона красная, ее можно открыть путем, если переключить машину в режим course, у тебя она появится белой что ли? она появится белой, это режим уже самый бешеный. Гузика, расскажи-ка Strada, что это значит? Strada переводится итальянского как дорога, ну это обычный режим, когда едешь спокойно и комфортно, вот, коробка переключается очень медленно, вялая, но зато на ней машина такая очень послушная, спорт это динамичная, динамичный режим, когда можем погонять, когда можем переключить лепестки и получить удовольствие от активной езды, именно от активной. Corsa это самый бешеный режим, когда отключается все системы безопасности и вы один на один с автомобилем. То есть даже подушки отключаются? Ну подушки я двигаюсь. Система электронной системы безопасности. Да, противобуксовочная, даже мне кажется АБС, она тоже не работает, потому что она не нужна на треке. Слушайте, прикольно, прикольно. И фраз мод, фраз мод это ланч-контрол, то есть открывается ланч-контрол, можно прыгать с места. Да, это ланч-контрол, но это, конечно, немного травмирует машину, но, тем не менее, это можно сделать. Короче, в этом и смысл, друзья, тут жажда скорости, то есть впечатление от скорости, от ускорения автомобиля, поэтому здесь все и рассчитано на это, то есть не нужны вот эти все какие-то дополнительные вещи, моменты это все, как бы, никого не интересует. Тогда пойдемте посмотрим багажник, и ты тогда, я что предлагаю, Пашку посадим, Данилова, прокатишь его чуть-чуть. Вот, и сейчас Пашка, он, блин, прям, ну, я как бы, понятно, что уже там взрослый человек, да, Пашка молодой, но он такой, это, он реально разбирается очень сильно во всем, и я думаю, Саша Павла прокатит на автомобиле чуть-чуть, да, там, чтобы он испытал немножечко. Я прокачу на заряженном режиме, поэтому все будет нормально. На корсу, да? Ну, минимум на спорт, для начала спорт, потом... Главное, что Павел под мизинцем на корсу не нажимал, сидел, вот этого нечаянно, да. Пойдем посмотрим, самое-то главное. О, я уже сам умею это делать. Паш, ты сейчас поедешь на машине, ну, не за рулем, конечно. Ну, вот мы открываем, да. Пойдемте, ребят, пойдемте, то есть сейчас уберем все. Главное, здесь, да, вещи тут не имеют, ты даже, Паш, можешь и не снимать. Вот как выглядит багажник в автомобиле. Здесь ничего лишнего, можно назвать, если вы едете в путешествие, по идее, тут на крышу надо поставить бокс Туле. Туле, да? А, ну боксу ставят, это не шутка, да, это реально? А, ну вот. Реально, и возя сноуборду, лыжи, то есть есть посадочные места. Да, это, блин, у нас это, понимаете, в диковинку. По идее, блин, в европейских странах, наверное, в Америке, это, блин, обычно... В чем, в Швейцарии это обычное дело. Много винтодоров ездит, вот, с верхнем багажнике. В Швейцарии я обязательно съезжу, я планировал это делать на свой день рождения в этом году, пока нет, но я туда поеду, я уже даже деньги поменял швейцарские. В Женеву, в Швейцарию, ты был там? Я в Швейцарии не был, вот, я был во Франции, во многих других странах, вокруг Швейцарии. Просто поймите, что вот, почему Саша сейчас загорел в Швейцарии, этой страны нет на карте, нахрен, да? Да? Ну, она не участвовала ни в коей войне, и все банки мира там, и все компании там, ну, это как бы, ну, это надо понять, туда приехать и понять. Ну, сейчас не об этом дело. Давайте, ребят, вот так выглядит бардачок, назовем его бардачок, да? Да, бардачок, большой бардачок. Ну, все, ребят, Паш, пошли, иди попробуй, как это в Авентадоре Саша тебе насказал на самом мощном режиме прокатит. Все, ребят, ребята, поехали кататься, мы смотрим за ними, сейчас Саша еще, иди присаживайся за руль, и потом еще доснимем, да, смотри, сейчас Саша включит оптику, да? Давай посмотрим оптику, я хочу оптику посмотреть. Я сначала включу режим дневного света, а потом еще фонарик. Вечернего, да, фонарик? Ну, просто тут она, уже видно, что это будет бомба вообще, пушка, и сзади сейчас посмотрим, потому что, ну, здесь этим стоит кайфануть. Вау, ну, вообще, да? Это, конечно, круто. Ну что, я запускаю. Давай. Ну, ты только не едь сразу, запускаю. А то тут Паша не успеет убежать-то. А еще скажи, вот этот номер вот так и прикрою, специально были крепления? Да, да. То есть он так везде, в любой стране европейской? Евро, еврокрепление, да. Еврокрепление. А если большие номера, а он квадратный вот так, да, если в других странах? Ну, обычно такие, вертикальные, да. Кайарда, она жестче, да, получается? Жестче, а это помягче. Здесь подвеска получше. Получше подвеска. Отрабатывает по уши. Ромаза вообще, пушка. Она может остановиться, раз, раз, и все встало. Да, 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 в очень больших дисках. Можно комфортно поехать, можно быстро ехать, то есть она универсальная. Комфортно, мне кажется. Да, она достаточно комфортная. Не, мне просто Макс рассказал, как вообще они, ну, ты их катал на Гоярда. Гоярда, она более жесткая, а здесь она комфортная, более комфортная. Подвеска очень, здесь очень классная подвеска. Вот. Хотя колеса 20-21. Низкопрофильные. Да. Да, но зато мы комфортно едем. Нормально же, да? Как обычно. Нет такого, что автомобиль там какой-то специализированный, корч какой-то там, который надо там обслуживать постоянно, дико там настраивать перед каждой поездкой. Такого нет. Включил, настроил, конечно, там я в ручной коробке еду, я могу в автомате ехать, но он будет медленнее переключать. То есть я переключаю лепестками, он поострее переключает. Пошустрее вот. По комфортно. Да, да, она, вот она действительно комфортная. Мне почему нравится, она комфортная, Гоярда, жесткая. На ней получать эмоции можно, не меньше, чем здесь, но она жесткая. Сейчас я тебе покажу это хендлинг. Знаешь, что такое хендлинг? Нет. Сейчас покажу. Я даже не пошла. Не пошла. Ничего, полный привод. Даже нет намека, что она хочет поедать. Ну, да, да, такое, знаешь, поползновение, что все, куда-то в дрифт пошел. Да, он прям. Ребят, ну что, у нас отличный вечер, заканчивается лето. Да, у нас есть крутой Авинтадор, были эмоции сегодня. Наикрутейшие, да. Поэтому стремитесь добивать своих целей. В принципе, как бы мы за позитив, за бодрячок, да? Ну, за драйв. За драйв. Пытайтесь на спортивных автомобилях, получайте удовольствие, это круто. Начинаешь, когда у тебя Лада Гранта, покататься там, получить драйв не особо. Но стремитесь, стремитесь к этому, это будет круто, да? То есть, и это в принципе так. Поэтому уральскую пятерочку давайте. До встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.